У открытым акционерным товарыстве «Гомсельмаш», не занятых на вытворчасти працанюков, запросили у актовую залу. Тут послание президента разом слухали керавники предприемства, инженеры и рабочие. Равнодушных нема, тем больше, что керавник державы, каже, об самым актуальным, уключающий необходимое захование и поддержку буйных промысловых предприемств. Для «Гомсельмаша» это вельми важно – мощная экономика, подмурок поспеховой державы. Мы благодарны президенту за его искреннюю позицию и искреннюю поддержку. Нам, например, в вопросах создания равных условий на внешних рынках, в первую очередь на рынках Российской Федерации, глава государства неоднократно это отмечал, что, безусловно, должны присутствовать принципы равной конкуренции без каких-либо искусственных барьеров и преград. Вот этот момент очень важен для нашего предприятия, исходя из тех соображений, что порядка 90% нашей продукции – это экспорт. По словам керевника державы, человек, его инициатива и мкнение жить лепш повинны стать головной, рухающей силой развития краины на ближайшие годы. Необходно больше активно долучать в систему керевания державы и молодь. Своей часовой расследоваться род специалистов наибольшь перспективных керевников, с лидерскими якостями, тех, кто хочет присылать, чьи думки и идеи сугучны с метами задачами развития краины, у кого гарать в очи. На каждом из нас лежит ответственность за мир и порядок в нашей стране, в нашей семье. Благополучие нашей страны непосредственно зависит от наших знаний, достижений и морально-патриотических убеждений. В наше время, и когда молодежь вместе, они сила. В стране очень много есть возможностей для развития, образования и трудоустройства нашей молодежи. Если мы ее будем оставлять в стране, это будет поднимать и нашу экономику, и нашу политику, и в целом благополучие страны. Особливая увага проблеме працевладкования у тымлику людей за межаванными махчымастями. У Беларуси иснуе некольки отповедных программ, а ли сёне необходно шукать новые подыходы. Плюс жадание самих керевников займаться гэтой справой. Вы всегда должны помнить, что у нас есть еще одна категория граждан, которые желают активно работать, несмотря на трудности со здоровьем. Это люди, имеющие инвалидность с ограниченными возможностями. Основные задачи здесь две. Создать систему дополнительных символов для нанимателя, который трудоустраивает таких людей, и помочь найти работу конкретному человеку. Но я бы назвал еще третью желание нашего чиновничества, всех нас, поддержать таких людей. Гэтые слова уважливо слухают у областным громадским объединения инвалидов-спинальников. Тут добро ведутся об реальной ситуации. Кажут, что працевладкование – это высшая преступка социальной реабилитации людей за межаванными махчымастями. Аля размова повинна исти об комплексном подходе. Кроме создания рабочего места, еще создать возможность человека выйти из дома, беспрепятственно передвигаться общественным транспортом по городу, создать условия безбарьерной среды на том предприятии, на котором он будет работать. Потому что иногда директору проще отказать, чем перестроить ползавода инфраструктуру, для того, чтобы этот человек там находился и находился в комфортных условиях. Поэтому это большая задача, которую нужно решать. У Гомельским Державном Университете имя Франциска Скарыны телевизоры працуют у некольких аудиториях. Сочить за посланием президента могут все жадающие. Закрытых тем нема, каждый знаходит тое, что цікавить больше за все. Вызвал особый интерес то, что президент обеспокоен пониманием тех демографических проблем, демографических вызовов, которые сегодня испытывает наша страна. И здесь очень солидарен с оппозицией о создании необходимых условий жизни, включая молодых семей, молодых специалистов. Ну, в общем, затронуло много очень широких разноплановых тем, как всегда, живо, интересно, афористично. Также особый интерес вызывает акцент на необходимость поддержать здоровый образ жизни, заниматься спортом и лично своим примером показывать это и вовлекать людей в занятия спортом. Обранный курс на побудову IT-краины у Беларуси застаётся незменным. Головное – не сменьшать набранные темпы росту и не отстать от надзённых потребов экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко так само каже у послания беларускому народу и национальному сходу. В Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны с этими словами полностью погаджаются и додают – это реальная задача. Подавляющее большинство распределяется в компании-резиденты Парка высоких технологий, ЭПАМ-Системс, Гомельский филиал, Айбей Гомель, Айбей Минск, Эксадел, Интранзишн. Мы работаем также с Гомельским технопарком, в том числе туда наши выпускники распределяются. То есть у нас достаточно хороший уровень подготовки. Сейчас вот как раз студенты будут изучать технологию блокчейн. После речи президента можно сказать, что действительно цифровая экономика в Беларуси будет построена. Для этого есть предпосылки. Одна из самых чеканных у громадства новин – вызначение терминов президентских и парламентских выборов. Выборы керевника державы отбудутся в 2020 году. Что пишется нового беларусского парламента, то его состав станет ведомым селета. При этом Александр Лукашенко особливо подкреслю роль у будущих парламентариев. Нам потребный вельми талиновитый парламент, потому что он станет эпицентром выпросовки основного закона разом с президентом, отзначил керевник державы. Захавать суверенитет, мир, спокойное, створальное жить всё на своей земле – наш святый обовязок. Каб выканать эту подоранную нам лёсам историчную миссию, мы повинны кончатково усвядомить своё национальное адзинство, каже президент. И он подкреслю, что минавиты разом грамадзяни створают сучасную историю беларусского народа. И в год 25-ти годзя Конституции могут с упыльненностью констатовать – Беларусь, як незалежная держава, отбылася. Республика Беларусь появилась на карте мира почти три десятка лет назад. Обретя независимость, строилась и развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций. Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали, оценивали, порой, а то и частенько навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады. Но через тернии санкции, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям. В центре Европы создали свою страну – мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь – страну для жизни человека.